Иногда хочется прийти домой, сделать что-то быстрое, какую-то закуску, прежде чем у вас готовится основное блюдо. Я сегодня покажу, как быстро замариновать говядину, которая уже буквально через 5 минут будет готова и лежать у вас на столе. Для этого всего я взял вырезку, прям настоящую говяжью вырезку. Дальше для первой половины маринада чеснок. Добавляю сюда обязательно красного острого чили, тимьян, поливаю кусок оливковым маслом. Теперь мы сюда отправляем чеснок, тимьян и чили перец, соль. Без черного перца никак не обойтись. Все это обваливаем так, чтобы у нас говядина была со всех сторон в соли, перце и специях. Оставляем говядину на 2-3 минуты. Режем полукольцами красный ялтинский лук. Врубаем плиту, сковородку на максимум и прям в сухую сковороду бросаем лук. Лук у нас должен быть полусырой, поэтому мы его не жарим, а мы его греем в раскаленной сковороде так, чтобы исчез запах лука. Секунд 30-40 обжарил, сразу же можно выкладывать на тарелку. Лук у нас будет подушкой для говядины. Отставляем. Сковорода продолжает греться. Видите, начинается дымок. Пора обжарить говядину. Смахиваем лишние специи. И обжариваем говядину со всех сторон очень быстро. Мясо должно обгореть, но остаться внутри полностью сырым. Отключаю плиту и выкладываю мясо на доску. Белая плита очень практична, на ней практически не видно разводов. Убираем лишние специи, которые у нас подгорели. Нарезайте мясо не тонкими, не толстыми кусочками. Примерно 3-4 миллиметра. Я сразу же выкладываю мясо на тарелку. Обжаренная корочка дает мясу яркий вкус. Мясо у нас на тарелке. Теперь делаем заправку. Для заправки нам нужно вустерский соус. Где-то одну столовую ложку. Соевый соус. Тоже примерно одну столовую ложку. Оливковое масло. Две столовые ложки. Обязательно то, что у нас осталось от маринада. Чеснок, тимьян. Они придадут соусу пикантность и остроту. И самое главное, лимонный сок. Здесь должна быть обязательно кислота. Это же маринад. Тщательно перемешиваем. Немного соли. Соус должен быть ярко кислый. И теперь поливаем мясо, но уже без чили перца и чеснока. Не жалейте заправки, мясо должно пропитаться. Украшаю наше мясо перед тем, как его подать на стол. Очень быстро, а вкус божественный. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok